Добрый день, уважаемые коллеги! Удивительно, что наверняка будет перекличка тем, объемлющего, так сказать, топоса темы Ярослава Владимировича, выступившего только что перед нами замечательным докладом, и тем, что собираюсь рассказать вам я. Все мы, наверное, знаем, что в индийской философской литературе, ну и, скажем, вероучительной литературе, сравнений очень и очень много. Ну и, я могу сказать так, может удивлять, скажем, то, почему сравнения изобильно встречаются в том числе и в весьма рассудочно-интеллектуально выдержанных текстах. Зачем, так сказать, разбавляют разумный материал, нарративным материалом? Ну, на это я могу предложить предварительный такой ответ. В общем случае, даже достаточно сложные концепции ориентируются на учеников, читателей, слушателей, которые, быть может, впервые входят в сферу абстрактной мысли на материале именно данного сочинения. Мы не знаем до сих пор толком, ну или практически ничего, за исключением подобий, созданных в поздних тибетских университетах, как строилось образование, учебные курсы, ну где-нибудь там в Наланде или в Викромашиле. Ну, а поэтому мы это оставляем за скобкой, мы думаем, ну вот мыслим примерно так, кто пришел какой-то достаточно умный по потенциям человек, смышленый, но у него нет опыта абстрактного мышления, хотя он его может развить. Ему излагают абстрактные концепции, он не очень понимает, и чтобы облегчить ему вхождение в эту новую для него сферу, используется сравнение. Ну вот, пожалуй, так. Но до этого, до появления такого рода сравнений в очень, ну так сказать, в профессорской литературе какой-нибудь преподавателя Наланды, какой-нибудь там прожняк Арамати, например, мы встречаем сравнение и на самой заре индийской, философской и вероучительной литературы, ну, скажем, в Упанишадах. И в дальнейшем я буду рассматривать ряд сравнений, обращая внимание на степень их продуманности. При этом окажется, что в зависимости от жанра мы встречаем как сравнения, скорее броские, художественные, нарративные, которые имеют цель произвести сильное впечатление и заворожить, убедить заворожением. Так и на другом полюсе мы встречаем сравнения, которые очень продуманы и рассчитаны на продумывание со стороны читателя или там слушателя. И мы значительные части концепции усматриваем, внимательно относясь к данным сравнениям. Хотя, должен сказать, вряд ли заметная часть европейских исследователей такого рода текстов дает себе труд внимательно отнестись к такого рода сравнениям. Поэтому и к их проработке и продумыванию. Поэтому частично задача моего доклада, такая пропедевтическая, с призывом, давайте обращать внимание на тонкости, давайте вдумчиво к ним относиться. Ну, сперва я рассмотрю два сравнения из Упанишад. Первое всем известное сравнение и предложенное Богом смерти и Амой. В Картхово-Панишаде устроение человека антропологическое с колесницей, где колесницей соответствует тело, индриям соответствуют кони, маносу – возжи, вознице – будди, то есть ум-воля, ну и, наконец, атману – седок. Ну и это сравнение восходит к очень древним временам, потому что, конечно, стертые параллели встречаются, как хорошо известно, и у Платона, но ведь оно очень продумано. Вот обратим внимание на следующее. В санскрите есть около десяти общеупотребительных слов для смысла тела, например, вапус, гатра, кая и некоторые другие. Здесь употребляется шарира, а шарира – это тело, которое может быть как живым, так и мертвым. И колесница может стоять и не ехать, она сама по себе не может ехать. И этим нам показывают тело, это не то, что может быть само по себе движущимся. Ну и добавим, впоследствии появилось такое значение у слова «тело», как мощи, ну, например, святых, останки. То есть вот колесница стоит в сарае, а она ничего не может. А колесница едет, спрашивается, почему она едет? А потому что к ней соединены она с конями, а кони – это индрии. И индрии, конечно, там не слишком расшифровано ямой, но это и не только джинянэндрии, и кармэндрии, то есть руки, ноги или там зрение, слух. И вот тогда-то, когда индрии соединены с телом, тогда происходит движение, то есть поведенческое проявление человека. Ну и еще отметим, в какой-то из ранних буддийских сутрах сказано, что один скептик говорит, что когда человек умирает, индрии рассеиваются в пространстве. Так вот, значит, далее. Манусу соответствуют вожжи. Что такое манус? Обычно переводят манус с трудом, ибо правильного перевода просто на русский язык и в европейской традиции нет. Манус – это не развлечение ума и внимания, это некоторый затакт процесса смысла обнаружения или смысла образования, когда я, некий я, посмотрел или услышал что-то, услышал и посмотрел, это разные индрии, конь зрения, конь слуха, и в результате, после чего, начинается приход к какому-нибудь смыслу. Вот, ну, поскольку у нас ум и внимание всегда врозь, поэтому переводят, когда переводят рассудок или ум, это, в общем, не то. И всегда нужно сжать это некоторым пояснением в подвале. Так вот, почему, значит, что здесь тоже точно говорится? Ведь вожжи идут куда-то в центр, что такое центр? Ну, в центре там возница, но я его еще не рассмотрел, и идут от коней. Так вот, значит, вожжи могут быть натянуты или могут быть отпущены в результате, по крайней мере, одной активности и с центробежной стороны, со стороны коней, индрии, и с центростремительной стороны, со стороны умоволи, то есть возничего. Это полностью соответствует наблюдаемому нами для себя каждому положению дел, а именно нас, наш манас, наш ум, внимание может быть отвлечен, при том, что мы заняты чем-то, что считаем важным, каким-то очень значительным внешним воздействием. Например, внезапный близкий шум, внезапная вспышка, внезапно распространившийся запах. И это соответствует тому, что конь прянул. Но точно так же манас может быть задействован и усилием умоволи, а именно, если подобного рода мешающие факторы не слишком сильны, а я твердо решил, ну, например, я сейчас буду слушать музыку и не буду ни на что смотреть, то мелькающие перед глазами люди, которые уходят туда-сюда, меня не отвлекают, и они остаются на периферии внимания. Значит, это мы получаем, продумывая, что такое вожжи, как работают вожжи, а дальше возвращаясь к тому, а как это соотносится с нашим антробологическим устроением. Далее у нас есть ум, воля, то есть возничий, который может давать волю, например, зрению, и не давать волю слуху, или наоборот, но который иногда вынужден бороться с своеволием коней, ну, например, с желанием поесть, желанием пошевелиться, если там нога затекла, значит, какие-то кормендри шевелятся и так далее. Ну, и далее. Все эти инстанции выполняют свои функции, а седок – это тот, кто ради кого существует только колесница, колесницу порожняком перегоняют только для того, чтобы туда сел седок и поехал. Но седок ничего не делает, он всем этим пользуется. И это согласно с концепцией Атмана, как того, кто ничего не делает, но просто пользуется всем. Значит, Атман бездеятелен, а раз Атман бездеятелен, то он никак не меняется, и заметить его очень сложно. Далее. Как можно было бы заметить Атмана в этом символе, в этом сравнении символа колесницы? Ну, разумеется, никакой другой инстанции, кроме как возничий, нету. Но седок сидит за спиной возничего. Он должен смотреть вперед, и, как сказано в следующей шлоке Кадха Упанишады, самосущий, своямгу, проделал отверстие чувств Индри наружу, чтобы люди глядели во внешний мир. А дальше сказано, но великий мудрец, стремясь к бессмертию, смотрел внутрь, закрыв глаза. Чему это соответствует? К тому, что возничий натягивает вожжи, кладет их, все кони вынужденно успокаиваются, а потом он оборачивается назад и смотрит, обнаруживая Атмана. Но смотрит, не смотря глазами, потому что глаза – это один из коней. Это есть интерспективное движение, интерспективное усилие, которое впоследствии получило терминологическое оформление, оно называется пратьяхарой, но здесь оно не названо, однако, если ты продумываешь этот символ, ты увидишь, что это такое. Вот так это последовательно все сделано. Я полагаю, что это не то, чтобы я свое случайное остроумие проявлял, это заложено в данном тексте. Но заложено совершенно не обязательно, вернее, скорее всего, наверняка не так, как это делал вынужденно я, пользуясь абстрактными концепциями. Это заложено в качестве материала для внимательного вдумывания в чувствование, когда тебе проясняется собственное устроение благодаря предложенному внешнему объектному образу. Вот первый пример. И это, я бы сказал, философское сравнение, хотя здесь еще не вполне философия. Это Упанишада, это порог философии. Еще другое сравнение тоже из Упанишада, тоже на пороге философии, это из учительного диалога Ежневалки своей обладавшей метафизической склонностью жене Майтрей, когда он ей объяснял, как достичь бессмертия и объяснял Атмана. В первом проходе он делится на ряд групп, на ряд, скажем, блоков его преподавания. Сперва он объяснял, как нужно отойти от всего, чего угодно предметного, потому что все, что угодно предметное есть для меня, для меня как хозяина. Атмана – это я хозяин, как седок – это хозяин колесницы. Потом он объяснял, как плохо будет тем, кто, как все остальные люди, кроме тех, кто получил такое драгоценное наставление, как плохо будет тем, кто считает, что, ну, например, вещи или какие-то социальные отношения, все, что угодно опредмечиваемое, есть нечто отличное от себя. Если нечто отличное от себя, то рано или поздно, а в индийском интуиции безначальной вечности и вечности, которая бесконечна, если ты не предпримешь каких-нибудь училий, например, в духе упанишат, рано или поздно это случится. Так вот, рано или поздно случится то, что ты утратишь объект, просто потому, что объект – это не ты. Значит, он объясняет, что не надо считать, что объект отличен от себя как хозяина. И он поясняет, это подобно тому, беру один из примеров, там они однотипные, три, как невозможно схватить звук, если ты слышишь, как кто-то трубит в раковину. Но если у тебя есть раковина или у тебя есть мастер духовых инструментов, тот, кто трубит в раковину, то ты всегда это можешь иметь. Значит, это подобно как? Как она должна была в Майтре это продумывать? Вот как? Некто слушает, например, некий я слушает звук раковины, и ему это нравится. И он думает, а хорошо бы это удержать. И удержать я никак не могу, потому что получается, что это не при мне. А как можно это удержать? Либо у меня есть раковина, и тогда в любой момент, когда мне нужен этот объект, я посредством раковины, а раковина есть индрия. Индрия – орган, который производит звук. Я трублю, и это получаю. Или у меня есть музыкант, и я с ним договорился, и в любой момент я его прошу, и он трубит. Почему здесь введено, ну, последнее замечание, мне как по образованию лингвисту приятно это сказать, почему здесь отдельно тот, кто трубит, а отдельно раковина? Потому что индийское языковое мышление очень внимательно к наличию такой сильной категории, как каузатив. Если я прошу того, кто будет трубить, трубить, то у меня каузативное действие, он собственно трубит, а я каузирую трубление. А если я просто трублю, то это не каузативный глагол, ничего обобщающего каузатива и не каузатива в санскритском языковом мышлении нет, поэтому яжневалке вынужден был сказать и то, и другое отдельно. Вот таковы эти сравнения, которые рассчитаны на внимательность. Но теперь я сделаю некоторое ответвление и скажу вот я поискал и как мне представляется нашел в индийской философии возможность обосновать тогда, когда он уже появился, сейчас мы рассматривали дофилософскую эпоху, дошкольную эпоху, обосновать применение сравнений с помощью того, что было придумано индийскими философами. Как известно, в Ньяе есть четыре проманы, то есть четыре типа достоверных познавательных события и из них есть пара вторая и третья проманы, которые называются сходным образом анумана выведение и упамана уподобление. Они имеют каждое по две предпосылки. Ну например в упамане одна предпосылка это сообщение о сходстве какого-то я тебе сообщаю о сходстве какого-то неизвестного тебе предмета с известным тебе предметом и ты запоминаешь, а потом ты увидел предмет тебе бросилось в глаза сходство и ты припоминаемые слова делаешь совершаешь упоман и говоришь это вот то-то. Пример человеку едущему направляющемуся Южную Америку говорят там есть крупная кошачья которая похожа на леопарда. Он запоминает это. Ну человек видел леопарда и ягуара который сказал вот ягуар похож на леопарда. путешественник странствует по джунглям Южной Америки и видит зверя похожего на леопарда благодаря этому сходству и припоминанию у него происходит упомана это и есть ягуар. Вот этот пример упоманы. Он всегда опирается на сходство хотя иногда можно упомянуть как впоследствии говорили Жайны и на основе сходства также и различия. Ну а анумана это выведение на основе признака о том чего это признак. Ну например я смотрю на стекло там допустим 4 месяца назад вижу морозный узор и делаю вывод хотя у меня температуры градусника нет что за окном мороз. Потому что это есть всегда когда морозные узоры за окном отрицательная температура. Ну вот так вот заметим что человеческий ум может переходить от одного объекта к другому не случайным образом только одним из двух способов. Первый способ соответствует анумане это учитывание причинно-следственных связей мира. И второй способ по сходству это похоже на то-то. Например я могу думать есть сейчас мороз потому что я вижу что лужи подернулись ледком а я могу посмотреть на ледок первое было анумана я могу посмотреть на ледок и сказать этот ледок похож на оконное стекло и это будет упомана. Ну так вот как всем известно в любых традициях исследования или понимания художественности считается что основной так сказать ну росточек художественности есть некоторое сравнение а основной росточек рациональности есть выражение причинно-следственных связей поэтому когда мы в рациональном сексте видим описание какого-то сравнения мы в сущности имеем вторжение управляемое вторжение художественности в рациональность и оно имеет я думаю вот такую педагогическую направленность человеку стремятся внедрить новое содержание и новое знание так чтобы оно наиболее адекватным образом легло на пространство смысла в ценности его ума и для этого нужно пользоваться как логическими связями так и образными связями и вот если ты еще это поймешь и образно то тогда твое понимание тогда твое уразумение того что тебе старается сказать текст или устный преподаватель будет очень похоже будет моделировать то что есть у него и это то что называется в той же неае каноном рациональной аргументации панча воявой где аналог аноманы и упаманы тоже есть об этом я специально здесь говорить не буду я думаю это большинство из нас известно значит итак неае или вот такого рода мысли которые оформлены были в неае полагаю являлись металлогической основой для свободного использования и дальнейшего совершенствования способов сравнений в индийской в том числе рациональной литературе напомню что помимо ньяи такого же рода кроме ньяи вернее напомню я сообщу я об этом еще не написал работу схема ньяи с упаманой наблюдается не где-нибудь а в расширенной схеме преподавания джаток где есть нынешняя ситуация прошлая ситуация и систематическое уподавление нынешней ситуации и прошлой благодаря чему это психотерапевтическое убеждающее воздействие становится ну в самом деле достигающим своей цели она строится точно пятичленным образом как точно как неае ну а теперь вот ввиду два полюса значит первый полюс литература преимущественно риторическая или вероучительная которая как я говорил ориентируется скорее на броскость чем на продумывание ну она достигает своей другой цели ну в качестве одного из примеров считается очень большим умельцем в буддийской литературе некий Кумара Кашьяпа Кашьяпа Княжич который родился у монахини она была беременна на ранних стадиях ушла в монашество родила его воспитали мальчика воспитали в монашеской среде вот он оказался очень даровитым вот так сказать художественно более всего ну и есть замечательное сутро паящи сутро беседы этого Кумара Кашьяпа с неким больнодумцем местным администратором князем паящи который высказывал высказывал сомнение в том что есть карма в том что есть тот свет в том что люди куда-то туда попадают и предлагал ряд своих вполне рационально выглядящих соображений а в ответ на каждый из них Кумара Кашьяпа предлагал сравнение которое частично похоже но развернуть все детально не удается однако во всех случаях паящи таки смущался ну вот в качестве одного из сравнений сперва аргумент паящи а потом сравнение нейтрализующее предложенное Кумара Кашьяпой значит паящи говорит я полагаю что даже те шраманы и брахманы которые утверждают что награда за добродетель это рай наказание за дурное поведение это ад в это всерьез не верят потому что они явно бывают добродетельны если бы они восприняли это всерьез и считали бы что в самом деле на том свете после смерти им будет лучше чем тут они бы зарезались повесились утопились ну что-нибудь такое бы сделали но ничего подобного они дорожат своей жизнью и стараются прожить подольше поэтому нельзя не могу я всерьез отнестись к этой концепции на что тот ему говорит а я тебе князь приведу упама вот упама упамана и некоторые разумные люди разумные люди вижню благодаря упамане понимают смысл сказанного вот представь себе говорит что было у брахмана две жены ну это допустимо скажем у вижневалки тоже было две жены и от одной от старшей у нее был сын подросток а другая была младшая на сносях и тут брахман помер ну и надо было делить имущество и вот подросток приходит к младшей жене значит и говорит голубушка ну вот теперь все то что осталось от моего отца все принадлежит мне и предоставь мне доступ к этому на что она говорит погоди голубчик ведь я беременна вот коли я рожу мальчика ему тоже будет доля причисляться положено а если коли я рожу девочку и она будет в твоем распоряжении ну девочки были следовательно неполноправны мы толком не знаем тогдашнего то есть одновременно современного древнебуддийским текстом уложения брахманского сословия ну в общем так что он говорит нет она опять за свое нет и она опять за свое и вот она значит тут ну что-то не сдержалась или так ну все-таки беременная женщина может быть хотя это малоправдоподобно она пошла в отдаленную комнату и взрезала себе живот чтобы посмотреть мальчик там будет или девочка ну в результате этого как говорит Кубар Акащепа ну и она сама померла и дитя померло и никакого наследства не было ну кое-какие параллели здесь понятны ну допустим наследство это рождение мальчика и ну или даже девочки тоже некоторое наследство прекращение этого наследства возникает из-за того что она прекратила беременность одновременно сама умерла ее смерть которая является самоубийством соответствует самоубийству того добродетельного Шрамана или Брахмана который решил поскорее привести к созреванию свои благие плоды ну и общий смысл такой попытка заставить преждевременно созреть благие плоды приводит к их уничтожению но две жены роль этого мальчика не прописаны в самом последовательном рассмотрении должно было бы быть так младшая младшая жена соответствует какой-то роли старшая жена соответствует какой-то роли сына старшей жены соответствует тому-то эмбрион в утробе соответствует тому-то этого провести нам провести никак не удается Поэтому это, конечно, сильно броско, жуть берет от этой наложившей на себя по глупости беременной женщины, но не более того. Ну или еще один пример, такой же художественного сравнения, возьму из знаменитых притч Садерма Пундарики. Ну, возьмем притчу о горящем доме. Сидят детишки в большом дворце и играются себе, а за ними наблюдает ответственный взрослый человек. А потом загорелась кровля, он говорит, ребятишки пошли назад, пошли наружу, а то горим, а они ноль внимания. И он понимает, что нужно как-то их отвлечь внимание. Он привозит на самом деле игрушки, привозит коляски, простите, телеги с игрушками, ребятишки, а что у нас снаружи, а пошли наружу, там игрушки. Они все выбежали назад, наружу, начинают разбирать игрушки, тут-то кровля обвалилась. Ну, это все сравнение должно объяснить то, что, в общем, Будда учит только Махаяне, а остальное – это игрушки. Но как следует прописать все соответствия каждому аспекту этой ситуации, каждому аспекту убеждения Садарма Пундарики Сутри о том, что, например, Шрава Каяна или Протека Будда Яна – это некоторые игрушки, не удается. Поэтому это, конечно, броска, но не более того. А вот теперь ряд примеров, я возьму два и потом скажу о третьем, и на этом, пожалуй, завершу, в том, каковы последовательные сравнения. Вот первое из Санхи. В Санхи есть такое убеждение, что материальная причина – сущность отождественна последствию. Ну, с ней спорят, например, в этом отношении и буддисты, и наяйки. И это иллюстрируется молоком, скисанием молока. И больше ничего особенного не говорится. Вот теперь я это все расшифрую, разжую. Итак, вот есть молоко, стоит. Мы биохимии, микробиологии мы не изучали, это древность. А потом все тоже молоко, само собой изменяется, и оно скисает. И наверх идет простокваша, внизу остается сыворотка. Тоже молоко, тоже молоко. Ничего не было добавлено, ничего не было добавлено. Вот точно так же. И в сущности, например, золотое украшение есть золото, а остальное – наносное. Причем, заметим, вот это сравнение с золотом и прочим всегда используется во всей индийской литературе так, что используемый материал позволяет переделку. Там говорится о золоте или о другом металле, допустим, о железе, или, например, о глине. Но глина-то там не обожженная. Поэтому можно расплавить, но можно глину размочить и что-то другое сделать. Поэтому вот это сравнение, эти модели не соответствуют тому, что можно подумать. Они не изоморфтые конструкции Аристотеля с материей и формой. Материя – это дерево. То, из чего я сделал табуретку, уже на другое не годится. А золотом из глины годится. Ну, это небольшое отвлечение. Значит, смотрите. Сказано было только это. Но за этим стоит нечто большее. Потому что, согласно методологическому убеждению и методологической конструкции Санки, все, что угодно, мыслится как некоторое неравновесие трех гун. И молоко первичное – это полное равновесие трех гун, то есть прокрытий, первый материал. Это безструктурность. А дальше возникает некоторая структурность. И как здесь иллюстрируются три гуны. Причем, что в основном тексте мы об этом вроде бы не видим. Ничего, указаний. Наверх пошло белое, светлое, легкое. Это гуна саттва. Умное. И более ценное. Но прежде всего, если с кислым, мы сидим просто квашу. Внизу сидит костное, менее ценное. Более темное – это тамос. А что растянуло? Ну, допустим, вот такой вот высокий сосуд. Почему? Что-то сверху, что-то внизу. Растянуло – это третье, это раджес. Так что это модель работы трех гун. И всегда, во всех случаях, когда происходит некоторое неравновесие, нарушение равновесия, две гуны находятся в паре. Некоторые плюсы, а некоторые минусы. А третья гуна растягивает их и является посредствующим членом. Значит, это надо додумать. Может быть, где-то это и сказано, но в первичном тексте это не сказано. Вообще, такого рода разжевывания, я знаю, по буддийской литературе, иногда предлагаются в комментаторской литературе. Но комментаторская литература в том числе учитывает интересы тугодумов. А основной текст не рассчитывает на это. Думай и все. Думай и упражняй свои мозги. Ну и теперь, и еще, наконец, одно очень заковыристое и требующее и развернутое продумывание уподобление из комментариев от Хасарии Нивы Эксегеса и Полийской школы Абидармы. Нам предлагается тезис. Вейдана – это скандал номер два. Я это перевожу. Изведывание – это тон переживания, переживательный аспект «то как мне» в какой-то момент. Оно, говорится, что его функция – вкушение объекта в его полноте, расы объекта. А все остальные скандги, все остальные дгармы, ну это такая дгарма, как появление нового содержания в уме, или там память, или разные там страсти, например, гнев и прочее, они вкушают некоторый аспект объекта, а целиком только Вейдана. Так вот, и для этого предлагается такая картинка. Повар готовит блюдо, запечатывает его в сутки, несет его к царю, царь снимает печать, открывает судок и вкушает блюдо. До того, как запечатать, повар чуть-чуть пробует. Оказывается, что в этом, ну это все, что сказано, оказывается, что в этом сравнении есть законченная модель роли всех пяти блоков, всех пяти сканд, которые предусматривают как схему рассмотрения наблюдения самого себя буддийская методология сутр. А именно, повар готовит блюдо, это санскароте на санскрите, это соответствует санскаре, то есть скандье, которая что-то готовит, это выход из меня в мир. Он готовит, это совершение некоторой кармы. Дальше он это запечатывает, закрывает и запечатывает, чуть попробовав. Это означает, что как только некоторое деяние, например, хорошее деяние, совершено, то до той поры, когда оно не созреет кармически, например, через энд жизни, неизвестно, каково оно на вкус. Оно не пахнет. Никто его не может попробовать. Значит, он его несет через ряд комнат от кухни в трапезну или в столовую царя, что можно трактовать так, что каждая комната, это есть некоторое окруженное пространство, может быть, через ряд жизней, пока он не принес к царю. Запечатанное, это означает, нет возможности вытащить это никак. Припомнить, если у тебя есть обычная способность. Далее, когда царь открывает, он нюхает, пробует, ест. Что такое блюдо? В блюде есть основная часть, например, рис и пряностей, ну, допустим, карли. Иногда, в некоторых случаях, редких, например, диета, мы едим основное блюдо без пряностей, просто рис. Ну, это невкусно. Практически всегда мы добавляем разные пряности. Чему это соответствует? Чистое блюдо без пряностей соответствует первой скандии, рупа скандии. Ну, например, я смотрю и вижу круг одного цвета и горизонтальный кирпич другого цвета. И я разумный человек, но я не знаю, что такое уличное движение. Я просто вижу вот этот круг и все. Значит, этот круг и этот кирпич. Если я как-то причастен к движению, я понимаю, что это означает проезда нет. Я добавляю этот смысл к рупе, к чистой данности цветоформы, очертания и формы. И это соответствует санжняскандия, результату осмысления. Существуют простые виды, например, какое-то пятно, которое не имеет смысла, которое значит только самого себя. Поэтому рупа, сварупа – это то, что значит само себя. Но, как правило, мы едим, как правило, с рязными пряностями, особенно если мы индийцы, ну, хотя бы соль, если мы, например, русские. Но, как правило, мы добавляем что-то, это означает, что, как правило, к чувственной данности добавляются некоторые смыслы, идущие из сознания. И можно тот же самый рис добавить, есть с карри, можно с лаврушкой, можно с черным перцем. Это соответствует тому, что одна и та же чувственная данность может быть снабжена разным смыслом в зависимости от того, кто это, ну, например, слушает. Допустим, дают разным людям послушать что-то, какую-то вокальную запись. Все правильно понимают, дают такие ответы. Это гуно, это фауст, это русский вариант, это ария Мефистофеля, простите, куплеты Мефистофеля – это шаляпин. Это все верно, и это разные пряности. Ну вот, так видите, все это надо продумывать, ну, пойди, продумай. И хотя этот комментарий, это жанр комментария от Хасалени, он рассчитан на очень внимательного читателя. Ну и, в общем, нужно, я призываю всех к тому, чтобы относиться весьма внимательно к такого рода сравнениям, потому что не всегда, но в некоторых случаях за этим стоит очень изощренное мышление. Ну, в заключение скажу. Тренировка такого рода мышления достигает, наверное, двух антропологически значимых целей. Во-первых, как я сказал, адекватного или наиболее полного усвоения, в том числе не только смыслового, но и ценностного, человеком, того, что ему предложено. Ну и, во-вторых, это очень хорошая тренировка. Это нельзя проглотить непрожеванным. Это рассчитано на то, что ты будешь думать. Ну все, спасибо за внимание. Пожалуйста, задавайте вопросы. Андрей Васильевич, ну у меня не вопрос, правда. Я просто хотел сказать, что вот вы сказали, что есть этому вот сравнению с колесницей, параллель у Платона, есть гораздо более близкая, поразительно близкая параллель в Овесте, в Ясне. Но там просто даже лексическое совпадение. Там вот Манусу соответствует Воху Мана. Я давно собирался вообще-то сопоставить это вот с этими стихами из Кадха Упанишады. Надо будет обратиться к специалистам по Овесте и проделать это все-таки. Но параллель вот это не то, что у Платона, гораздо ближе. Спасибо. Доклад очень интересный. Спасибо, но я этим не удивлен, потому что это все-таки родственные племена, и они могли до того, как разделились, продумать что-то, а потом уже пошло отдельное развитие. Еще, пожалуйста. Большое спасибо за ваш доклад. Меня зовут Христина Емельянова, факультет психологии МГУ. И у меня возникли в связи с этим докладом ассоциации из моей профессиональной области, из области психологии, по поводу функций сравнений в текстах. И на ум пришла модель Тамары Моисеевны-Дридзе. Это семио-социопсихолог такой, который разработал метод интент-анализа текста, то есть анализ основного коммуникативного намерения автора. И, соответственно, они с коллегами рассматривают текст как целостно-эрорхически организованную содержательно-смысловую структуру, которая объединена вот этой самой интенцией, то есть основной задумкой автора. И иерархия, из которого состоит текст, она включает, соответственно, тезисы и антитезисы, аргументы и контраргументы, затем иллюстрации, к которым, как я думаю, как раз относится сравнение, фоны, то есть некий контекст, заданный в тексте, и фоны к фонам, контекст, в котором текст был создан. Для анализа, соответственно, можно использовать вот такую структуру. И что ещё они говорят? О том, что информативность текста, она зависит, ну, складывается, так сказать, из двух составляющих. Первая из которых — это то, в какой степени автор смог подобрать языковые средства для выражения своей интенции, то есть присутствуют ли в этом тексте все необходимые составляющие. И во-вторых, то, в какой степени учитывается, ну, то, в какой степени учитываются особенности аудитории, которая будет этот текст воспринимать. И важно понимать, что аудитория, она, как правило, не очень однородна, да, и чем больше текст содержит разного уровня компоненты, да, тем выше вероятность, что разные представители аудитории что-то из него смогут извлечь, да, то есть интенцию автора в той или иной форме воспринять. И мы понимаем, что тезисы и аргументы, которые выражаются сугубо сухим рациональным языком, они апеллируют к одному способу, да, обработки информации, а иллюстрации, которые представлены в том числе в виде примеров, да, и сравнений, метафор, вот, они апеллируют немного к другому способу обработки информации и, соответственно, помогают зрителю, или, как сказать, читателю, да, тому, кто обучается, обогатить понимание смысла. То есть это действительно, с одной стороны, прием выражения мысли, с другой стороны, педагогический прием. Спасибо. Так, еще был вопрос вот Сергея Сокольникова, вопрос, разве было, разве образ колесницы был уже разработан в ведах в связи с овестой? Ну, ведь овеста, общепринятый, позднее вед сформировалось, поэтому, ну, наверное, в овесту это вошло, в веды это не вошло, но в Индии это тоже было, ну, дальше это надо исследовать. Вот такой мой ответ на это недоумение. Так, еще, пожалуйста. Больше я... Здравствуйте. Да? Наталья Вачадзе, я по профессии врач, поэтому я люблю немного вот так, как бы, структурировать вообще вещи. У меня такое ощущение, что все эти тексты, они написаны более или менее однотипно. То есть в этих текстах, ну, это вопрос, мне кажется, отражается особенность мышления на определенном языке, потому что мне так кажется, что в зависимости от того, на каком языке человек разговаривает, этот язык, он влияет на формирование мышления. Соответственно, получается, что такой способ изложения и передачи информации, он, наверное, характерен для людей, владеющих, и не просто владеющих этим языком, а которые воспитываются в этой традиции и потом излагают этот текст. То есть вот эти сравнения, они нормальны для той аудитории, для которой это пишется на этом языке. Скорее всего, существуют ли какие-то коды, потому что они ведь, вот эти притчи, они достаточно однотипны. Существуют ли какие-то ключевые слова, и их расшифровки, соответственно, потому что, вот если читать, Упанишады, Йога Васишку, они очень похожи, они схожи все. И то есть для человека, который мыслит так, это более или менее очевидно, потому что, в общем-то, это было рассчитано, понятно, что это было рассчитано на какой-то социальный слой, но, тем не менее, эта информация была заложена так, чтобы человек мог ее расшифровать. То есть, соответственно, наверное, должны быть какие-то, какая-то модель, какие-то ключи, которые были бы применяемы к этим притчам, этим сказаниям, которые позволили бы расшифровывать достаточно быстро. То есть, если заняться вот этим, то, может быть, ну, это как модель формируется, определенного мышления, которое позволяет расшифровывать эти тексты достаточно быстро и комфортно, скажем так. Ну, такого рода, скажем, инвентарий существуют скорее для поэтических нужд. Ну, известны топосы сравнения, что сравнивают с лотосом, что сравнивают со слоном и так далее. А вот для использования рационального, по-видимому, тут просто надо, ну, почти что начать и кончить. Вот, пожалуй, так. Так что спасибо. Так, еще смотрю на руки. Андрей Всеволодович, спасибо за доклад. Я хотела здесь только отметить такую вещь, что если мы возьмем евангельский текст и посмотрим все те его фрагменты, которые связаны с изложением притч, мы увидим, что здесь имеют место силогизм иньяи. И, видимо, в том регионе, в Лижневосточном, также этот тип силогизма функционировал. Вот в этом смысле, конечно, я просто вам это сообщаю, а как уж вы к этому отнесетесь, я думаю, что ваше суждение здесь будет определяющее. Ну, знаете, вполне может быть. Даже если мы понимаем, что Линднер сильно увлекся, но тем не менее его тезис о влиянии некоторой струе в христианстве, которая объясняется упая каушелье и буддийских миссионеров, имеет место. А поскольку вот это, ну, то, что вы называете силогизм, в общем, я, конечно, не согласен. Это не силогизм, это схема столь же доказательства, сколь и убеждения, и объяснения. Что вот она более естественна, она меньше отстоит от обычного пользования свойственного человеку, собственному ум, чем структуры, предложенные Аристотелем. Аристотелевские структуры, ну, там, большинство модусов, предложенные для того, чтобы ты разбирался, как неестественным порядком слов тебя пытаются запутать. Ну, расчет на логомахию, конечно. Да, да. Так что это, конечно, вполне правдоподобно. Правда, здесь надо еще учитывать и то, что в значительной степени, как было показано, у нас Аверин, Сома, кто-то еще раньше показывал, полнота убедительности, должна проявляться при учете арамейской речи, а не греческой. Благодарю вас. Андрей Силович, я вас благодарю за доклад, очень интересный, и с вами совершенно согласна, что использование образов, вот в Ипанишадах, каких-то текстах, сутрах, они действительно заставляют человека задуматься и рассмотреть, увидеть, как привычные, обычные какие-то явления, но приложенные немножко вот под другим углом, да, вот работают и начинают давать совершенно другой, ну, я не знаю, вот глубину какую-то, то есть человек вдруг видит, и у него происходит такой сдвиг мировоззрения, да, на привычные какие-то объекты, на привычные явления, вот, и совершенно согласна, очень интересно было вас послушать, ваши разжевывания, ваши разъяснения вот этих, вот этих красивых образов, благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok